В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакен. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Три года длился ремонт в областной клинической больнице. Акимобласти посетил хирургическое отделение. Как женить сына? Как найти достойную невесту? Все ответы в премьерном показе комедии о любви о налпытоц. Чемпионы мира по самбо и дюдо вышли на татами вместе с обычными школьниками. Мастер-класс прошел в Каркаролинском районе. Обо всем по порядку. 300 юрт на Науры встретят жителей Карагандинской области. Также в городе и в районах будут организованы айтысы, театрализованные представления, концерты, фестивали, сельскохозяйственные ярмарки и флешмобы. Основные гуляния состоятся 22 марта на центральной площади перед Монументом Независимости. Там же в этот день карагандинцы смогут увидеть Ханарбо на 400 мест. Концертная программа рассчитана на весь день. На площади перед Монументом Независимости будут установлены 42 юрты. Развернется весенняя ярмарка. Жители смогут купить продукцию хендмейт. Спортивные комплексы и объекты культуры будут доступны народу. В целом в городах и районах праздничные дни пройдет 25 репровизованных представлений и ярмарки Сапатына, 20 праздничных концертов и фестивалей, 3 праздничных шествия, 12 речи трудовых коллективов, 16 сельскохозяйственных театров, 18 благотворительных акций и посещения семей долгожителей. Аким области подчеркнула идеологическую значимость празднования Наурыза. Глава региона поручил чиновникам проследить, чтобы юрты были доступны прежде всего народу. При установлении юрт следует обеспечить свободный плоскоп людей к этим юртам. Главная цель все-таки, то, что мы стремимся там показать, это пропаганда национальной истории, при этом методом, в том числе, проведения благотворительных акций. Также глава региона призвал чиновников проверить списки малоимущих и многодетных семей. Им на Науры стоит уделить отдельное внимание, подчеркнул Абдебеков. Аймамрина Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Аким области Нурмухамед Абдебеков посетил областную клиническую больницу, где после капитального ремонта открылось хирургическое отделение. Ремонт длился три года. На эти цели было выделено около 330 миллионов тенге бюджетных средств. На сегодняшний день полностью отремонтированы четыре корпуса. В ходе ремонта произведена замена системы водоснабжения и канализации, электросетей и вентиляции. Установлены новые оконные блоки, двери, отремонтированный фасад и кровля. Глава региона побывал на втором этаже клиники, где планируется размещение трех блоков, а именно отделение хирургической инфекции, теракальной хирургии и проктологии. А также осмотрел перевязочные, процедурные кабинеты, ординаторскую и типовые палаты. В следующей этапе стоит ремонт терапевтического отделения. Самый большой корпус, пятиэтажное здание, расположено по улице Ерубаева. На этот год выделены финансовые средства в объеме 134 миллиона тенге, для того, чтобы там проводить капитальный ремонт. Ежегодно в условиях круглосуточного стационара на данном объекте здравоохранения получают высокоспециализированную медицинскую помощь более 12 тысяч пациентов. По хирургическому, терапевтическому и акушерско-гинекологическому профилям. Здесь работают 760 сотрудников. Больница является клинической базой семейкафетры КГМУ и практической базой Карагандинского медицинского колледжа. Всего здесь заселенной будет скоро 120 пациентов больных наш. Также здесь дополнительно будет открыта рентгенслужба. Она будет восстановлена по программе финансового лизинга. Также открыли мы здесь операционную для гнойно-септического блока. Я думаю, проведенный качественный ремонт позволит нам еще длительное время соответственно эксплуатировать данное здание. В 2016 году в рамках программы «Дорожная карта занятости-2020» запланирован ремонт терапевтических отделений, расположенных по улице Юрубаева общей площадью 9 тысяч квадратных метров. Лариса Хусейнова, Рустам Беков, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. В Караганду прибыли иностранные наблюдатели. Сегодня представители ОБСЕ Мария Тпаранук и Григоа Хюэль встретились с Акимом области Нурмухамбетом Абдибековым. Глава региона ознакомил гостей с картины области. Подробности у Айма Мариной. Всего в Казахстан из ОБСЕ приехали 28 наблюдателей. Двое из них решили посетить именно Карагандинскую область. Мария Тпаранук впервые в Казахстане. Члены долгосрочной миссии побеседовали с Акимом Нурмухамбетом Абдибековым и выразили надежду на прозрачные выборы. В наши обязанности входят встречи со всеми высокопоставленными лицами, с территориальными избирательными комиссиями, с избирательными участковыми комиссиями, посещение СМИ. Глава региона Нурмухамбет Абдибеков рассказал о подготовке к выборам. С его слов, сейчас уже сформированы списки избирателей и подготовлены пункты для голосования. Допустим, подготовка списков, мы ее провели, мы 27-го, 8-го передали списки, что от нас, надо сказать, большой объем работы приходилось проводить. По уточнению этих списков задействовали мы тут все органы. Наблюдатели будут знакомиться и следить за ходом предвыборной кампании на протяжении месяца. Аким области пожелал гостям плодотворной работы. Аймам Ренал Ужас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Впервые в Караганде. Выставка экзотических животных. Ежедневно с 3 марта по 2 мая. Торговый центр «Ситимол». Третий этаж. К другим новостям. На станцию Манадыржа Наркинского района прибыл медицинский поезд Саламаты, Казахстан. Специалисты поезда здоровья обследовали 645 человек, в том числе 235 детей. Специалисты поезда оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь жителям малых станций и сел. Данное мероприятие направлено на реализацию одного из приоритетных направлений – стратегии «Казахстан-2050». Напомним, что медицинские вагоны оснащены высококачественной аппаратурой и медиками 20 врачебных специальностей. Все виды медуслуг совершенно бесплатны. Спасибо всем. Я очень рад, что поезд здоровья доехал и до нас. У нас есть один врач, но, к сожалению, нет больницы, даже медицинского кабинета. У нас у детей часто возникают зубные боли. Приходится ездить в город. Каждый раз не наездишься. Приходится использовать народную медицину. Я бесконечно благодарен всему персоналу состава Саламата, Казахстан. Всего за период с 16 по 25 февраля 2016 года специалисты медицинского поезда Саламаты, Казахстан обследовали жителей станции Терек-Т, Тюе-Мойнак, Шубар-Куль, Козылжар и Женес. Количество врачебных посещений – 3267. Проведено диагностических процедур – 7541. В результате работы специалистами поезда зарегистрировано 313 заболеваний, в том числе 20 у детей. Выявлено одно новообразование. Входит в это оказание, то есть осмотр русскими специалистами, дополнительные методы исследования, лабораторные, рентгеновские методы исследования, стоматологическая помощь, гинекологическая, то есть практически все специалисты, которые присутствуют в обычной поликлинике. В разный контингент обращаются все – и пожилые люди, и дети, и женщины, и взрослые. Можно отметить, что департамент ПЧС Карагандинской области принял самое активное участие в подготовке медицинского состава – Саламаты, Казахстан. Сотрудники гражданской защиты обеспечили противопожарную безопасность поездов и станций. Кроме того, с персоналом поезда проведены тренировки и реагирование на чрезвычайные ситуации различного характера, а также инструктаж по соблюдению техники безопасности. 6-8 марта поезд будет обслуживать жителей станции Карабас. Асель Созамбаева, Александр Терекидзе, 1-й Карагандинский. В Карагандинском доме дружбы никогда не бывает пусто. Представители разных национальностей изучают культуру, традиции, языки. Сейчас в доме идет подготовка к предстоящим праздникам. Как проходят будни этого дома и кто приходит в гости, узнавали наши корреспонденты. Лариса Хусаинова с подробностями. В Карагандинской области проживают представители более 100 национальностей. Раньше все культурные объединения располагались где могли. Люди ютились в тесных офисах. Приходилось самим платить за аренду. Но вот уже более двух месяцев у каждого объединения есть свой кабинет. С мебелью и компьютерной техникой. Появился свой дом. Все это предоставило государство. Приходилось встречаться на квартирах. Приходилось встречаться в церкви. Приходилось встречаться в кафе. А сейчас мы проводим встречу конкретно в доме дружбы народа Казахстана. Большое спасибо всем, кто придумал это. Большое спасибо президенту. Татаро-Башкирский культурный центр «Идель», можно сказать, уже воспитал три поколения. За многие годы менялось название центра. Но Суфия Сатреддинова уже давно обучает молодежь традициям и обычаям. По воскресеньям они занимаются языком. На изучение родного языка приезжают до 40 человек. Разных возрастов и из разных городов области. Здесь всех рады видеть. В этом центре почти все творческие личности. Они любят танцевать и петь на родном языке. Считаем, что мы как у себя дома здесь. Конечно, когда арендовали, тяжело было это оплатить. Это меня содержали спонсоры. И спасибо гостину Амбару Салутиновичу. Он все время задерживал меня, все эти годы. А сейчас мы, конечно, как у себя дома, все национальности очень даже интересно, очень даже весело. Мы время проводим очень хорошо. В Доме дружбы всегда открыты двери для тех, кто хочет узнать культуру не только своего народа, но и других этносов. Армянский культурный центр воспитывает патриотизм и любовь к своей нации с дошкольного возраста. Детям рассказывают об истории народа, обучают народным песням и танцам. Каждый этнос себе получил кабинет и возможности, чтобы собираться, учиться, танцевать. Все это. Конечно, большое спасибо. У нас верующие, уже сколько лет мы ждем этого, где-то лет 15. Слава Богу, в этом году хороший подарок в прошлом году нам дали. Здание имеет четыре этажа с пристроенным зрительным залом на 430 мест. Кроме того, в Доме дружбы предусмотрен зал заседаний для проведения круглых столов, конференц-зал на 100 мест, комплекс помещений, музея, ассамблеи и библиотека. Лариса Хусейнова, Толюген Рашидов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Количество без вести пропавших лиц в Карагандинской области увеличивается с каждым годом. Показатель прошлого года выше прошлогоднего на 21%. Чаще стали пропадать несовершеннолетние. Из разыскиваемых в 2015 году 75 детей, шестеро до сих пор не найдены. Между тем, в 2016 году разыскиваются 150 человек. Количество разыскиваемых растет и вместе с ним число скрывающихся от правосудия. В прошлом году их было 256 человек, что на 5% больше, чем в 2014 году. 248 из них были задержаны, трое за пределами Казахстана. 60 преступников преследовались за совершение особо тяжких и тяжких преступлений. Также не уменьшается и количество пропавших детей. 75 несовершеннолетних за прошлый год. Больше половины всех пропавших стали жертвами преступлений, в том числе 19 подростков. Местонахождение 6-9 несовершеннолетних уже установлено и возвращено домой. Из 103 пропавших без вести лиц, 99 были женщины. На сегодняшний день местонахождение 22 женщин пока еще не установлено. Причинами медленного установления местонахождения пропавших прокуроры называют запоздалые обращения родственников в полицию. Они заявляют о пропаже близких лишь через несколько дней, а это затрудняет поиски. Также в Комитете правовой статистики ведется учет должников по алиментам, находящихся в розыске. Согласно информации сотрудников управления правовой статистики и специальных учетов, в интернете есть информационный ресурс, зайдя на который любой человек может найти недобросовестных алиментчиков. Делается это очень просто. Всего лишь нужно пройти по ссылке правстат.киз и найти рубрику «Их разыскивают дети». На сегодняшний день по области зарегистрировано 55 злостных неплательщиков. Кроме того, на учете по недееспособности состоят 3150 человек. Аймамрина Улжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. В кинотеатре Саржайлау состоялась долгожданная премьера фильма «Он Алтыхаз». Кинокартину собирали словно пазл, но спустя 7 лет, столько длился подготовительный период, получилось настоящее произведение. К съемкам фильма приступили в 2014 году. И уже сегодня премьерный показ радует зрителей Караганды. «Красная дорожка», главные герои кинокартины, сногсшибательные наряды и буря оваций. Все секреты съемки фильма и детали сценария вы узнаете в следующем материале. Коюша режиссер, Канагат Мустафин. Кожемет! «Он Алтыхаз» – это комедия любви. Режиссер картины – Канагат Мустафин. Фильм был снят полностью на казахском языке и дублирован на русский. Съемки проходили в нескольких городах Казахстана – в Караганде, Астане, Павлодаре и Алматы. Рассмешить людей всегда тяжело, особенно по ту сторону экрана, признаются актеры. Возникали трудности, связанные с погодными условиями. Сценические костюмы и декорации были сделаны заранее, поэтому приходилось подстраиваться под погоду и надевать много теплых вещей, что придавало внешне лишний вес. А вот о секрете возникновения задумки снять фильм-комедию мы решили узнать у главного продюсера. Идея фильма к нам пришла в 2009 году, когда мы с Ханагатом Мустафином, режиссером-постановщиком этого фильма, ехали за рулем и включили радио, и услышали песню «Уналткас» в исполнении «Досмухасан». Тогда эта идея к нам пришла, и мы начали писать сценарий. За четыре года мы написали более восьми вариантов сценария, и только девятую версию мы смогли утвердить у худсовета киностудии «Казахфильм», и только тогда мы запустили фильм в производство. Фильм мы запустили в 2014 году, в год столетия Шакина Айманова. На главную мужскую роль утвердили Берри Кайджанова. Режиссеры посчитали его идеальной кандидатурой. А вот место главной героини кинокартины заняла Аша Матай. Актриса отметила, что в ее фильмографии насчитываются около 20 картин. Это первый фильм комедийного жанра. С трудом удалось вырвать девушку из зрительного зала. Улыбчивая и переполненная эмоциями, Аша Матай все же смогла рассказать о характере своей героини. Айжан – это девушка, идеал на данный момент в 21 веке. Она стильная, она красивая, она уверенная в себе, и она очень порядочная. Я считаю, что каждый человек не идеал, и я себя тоже не считаю идеалом, но мне хочется походить на нее. Есть какие-то места, чем мы похожи, допустим, это упертость, умение идти к своей цели. А также я, наверное, тоже люблю улыбаться, смеяться и так далее. Вот эти вот моменты на самом деле похожи. Сюжет фильма «Он Алта Хэс» закручивается вокруг молодого парня, родители которого мечтают женить сына. Для этого они устраивают поиски невесты. Сам же Боржа мечтает жениться только по любви. Но избранница Айжан засватана за другого. Она не хочет расстраивать отца, поэтому вынуждена отказаться от руки и сердца главного героя. Вроде бы простая история об отношениях, но в события картины вплетаются интригующие ситуации, которые в итоге удивят зрителей. Всех секретов фильма раскрывать не будем. Приятного просмотра. А сердце Замбаева, Рустам Беков, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В Казахстане новый праздник. 1 марта вся страна официально будет праздновать День Благодарности. Слово «благодарение» уже гуляет по стране. Причем из уст одних из самых маленьких горожан. Подробнее в сюжете. 1 марта в республике День Благодарности. Президент Нурсултан Назарбаев отметил, что праздник будет ежегодным. В память о всех этносах, проявившем к казахам и друг другу милосердие. Сохранившим благодарность к местному населению, принявших переселенцев как родных. В садике Байтирек отметили праздник День Благодарения. Малыши рассказали стихи о родине, исполняли благодарственные песни и дружно танцевали под всеми известные детские песенки. Цветы жизни поблагодарили друг друга и своих воспитателей широкими улыбками и благодарственным спасибо. В нашем садике впервые проводится такой грандиозный праздник, который называется День Благодарения. Я думаю, это станет традицией нашего детского сада и всего народа, чтобы как бы в едином порыве объединить все народы, еще лишний раз сказать друг другу спасибо и сделать что-то хорошее и приятное для других людей. Всего в детском садике 16 групп. Четыре из них приняли участие в утреннике. За постановку всех хореографических номеров отвечала Акмарал Жармаганбетова. Девушка работает в садике всего полгода, но уже успела подружиться с каждым ребенком. Сегодня детки танцевали казахский, испанский и другие танцы. Им очень понравилось готовиться к утреннику. Это замечательно, что в нашей стране появился такой светлый праздник благодарения. Еще один повод сказать спасибо. Садик Байтирек работает уже 4 года. Торжественное открытие состоялось в конце 2011 года в честь 20-летия независимости Республики Казахстан. На подходе второе поколение детишек, которое будет выпускаться из садика. Все они патриоты своей страны, наученные с малых лет выражать благодарность другим людям. Екатерина Афанасьева, Тулеген Рашитов, Александр Церекидзе, Первый Карагандинский. И последнее на сегодня. Мастер-класс по самбо и дзюдо прошел в Каркаролинском районе. Дети и подростки имели уникальную возможность бороться с чемпионами мира. Подробнее в следующем сюжете. В Каркаролинском районе в селе имени Тахтара Аубакирова, первого летчика-космонавта Казахстана, прошел мастер-класс для молодых спортсменов. Девушки и юноши на датаме сразились с чемпионом мира по дзюдо Жансайм Смогуловым, с чемпионом Казахстана по самбо Айдином Дарбаевым и Бембетом Канжаковым, чемпионом мира по самбо 2015 года. Спортсмены проводят мастер-класс не первый раз, однако каждый является особенным. Я рад сегодня быть здесь со всеми ребятами, гордо смотреть, как в стране подрастают юные спортсмены. У них большое будущее. Я рад, что могу помочь им в чем-то, поделиться опытом и передать определенные навыки борьбы. Спорткомплекс тоже носит имя Героя-космонавта. Открылся он осенью 2012 года. На сегодняшний день его посещают около 20 детей. Основатель спорткомплекса Канат Мухтаров является единственным тренером. Он знает все о том, как научить детей борьбе казакша-курес и дзюдо. Я люблю заниматься спортом, вот и решил научить других также любить спорт. Сегодня мы проводим отличный мастер-класс для молодых спортсменов. И я доволен всем. Все дети, посетившие мастер-класс, остались очень довольны. Зангару сейчас 15 лет. С 7 лет он начал заниматься дзюдо. Пошел по стопам отца. Своё будущее мальчик хочет связать со спортом и мечтает стать чемпионом Олимпийских игр. Мне так нравится, что в нашем спорткомплексе проводятся такие мастер-классы. Мы учимся, боремся, стоим рядом с известными чемпионами. Об этом можно только мечтать. Мастер-класс длился около 4 часов. В конце мероприятия каждый смог сделать на память фотографию со своим кумиром. А приглашенные мастера получили подарочные сувениры. Екатерина Афанасьева, Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok